Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Все, лафа под названием «Дневной свет» закончилась, потому что темнеет уже очень рано. Я сегодня, к сожалению, не успела снять именно при дневном свете, и знали бы вы, как я ненавижу снимать при искусственном освещении, потому что мне приходится очень часто моргать из-за этого, потому что очень сильно сушат глаза. Вот, ну, ничего не поделаешь, поэтому встречаемся сегодня с вами именно таким образом. Я никогда, кстати, не снимала на телефон при искусственном освещении, всегда только на профессиональную камеру. В общем, посмотрим, что из этого получится. И сегодня у нас будет с вами влог. Во-первых, как всегда, хочу вас поблагодарить за такую активность в последнем видео, потому что, ну, 70 тысяч просмотров за 7 дней, которые у меня там были, у меня такого никогда не было. Есть, конечно, видео, которые набрали полтора миллиона и два миллиона просмотров, но это за 5 лет, там, за 8 лет, но такой активности не помню. И что-то, поэтому большое вам спасибо, это очень мне помогает, и все ваши пальцы вверх. И очень много народу и подписалось на канал, больше, чем 900 человек. В общем, я обалдела, когда смотрела статистику, и была очень-очень радостная. Спасибо большое. Вот, и также хочу сказать вам большое спасибо за то, что такая понимающая меня публика, потому что пишут, ну, просто через комментарии, может быть, даже и практически каждый комментарий писали мне, чтобы я брала рекламу, но я сказала, что я увеличивать количество рекламы на своем канале не буду. Это также будет два раза, может быть, в месяц. Я просто прошу, чтобы на меня не обижались и не выносили мне мозги за то количество, которое есть у меня сейчас на канале. Ее очень мало. И если вы просто не будете мне видео об этом писать, то, в принципе, будет все нормально. А больше рекламы мне не надо. Так что вот. И хотела вам еще ответить на несколько вопросов, которые мне задавали. Они очень часто повторяются, эти вопросы, поэтому я решила ответить в видео. Первый достаточно такой популярный, распространенный вопрос – это как относятся к русским в Эстонии. Я могу сказать, что за 35 лет, что я здесь живу, а в этом году мне уже было 35 лет, я никогда не чувствовала на себе какого-то предвзятого, плохого отношения. У нас среди знакомых, друзей есть пара смешанная, где муж Эстонец, жена русская. Есть наоборот, где жена Эстонка, муж русский. И мы все общаемся между собой без всяких там… Все очень хорошо, проводим как-то вместе время, но встречаемся в компании, потому что у нас, допустим, дети одного возраста. Все нормально. Вы знаете, это абсолютно не зависит от национальности человека. Это зависит только от человека. И я могу сказать, что лично у меня с этим все в порядке, но история бывает разная, конечно. Я не говорю, я вообще не истинно в последней инстанции, это просто лично вот мои какие-то истории такие, что я никогда с этим не сталкивалась. И когда я рожала ребенка в роддоме, у меня была акушерка Эстонка, и беременность мою вела акушерка Эстонка, они относились ко мне очень хорошо. Как будто я их дочка или их сестра, они были очень ласковые ко мне, поэтому никакой… Ну, у меня нет таких историй, которые я могу вам рассказать, чтобы сказать, что все было плохо, или хотя бы чтобы частично было как-то плохо. Я даже не могу вспомнить ни одной истории какой-то негативной, чтобы по этому поводу что-то сказать. Не знаю. Еще часто тоже такой популярный вопрос – это собираемся ли мы куда-то приезжать из Эстонии. Ну, вот так как я, да и я думаю, кто-то новости читает, знает, что здесь происходит. И, знаете, я не смогу никуда уехать. И еще хотела бы здесь ответить на вопрос, который я не успела ответить в самом начале видео, потому что у меня разрядились наушники, это не планируем ли мы куда-то уехать из Эстонии. Ну, в связи с такими ситуациями, напряженными отношениями, я тоже вставки сделаю. У меня вот пропаси спрашивают, с чего взяли, чтобы в Эстонии будет война. Я как раз-таки ни с чего не взяла. Я просто читаю наши эстонские новости. И я специально делаю скриншоты, чтобы вам потом вставлять, и вы не думали, что я голословлю или придумываю на ходу. Посмотрите, это вид у меня из окна такой. И я, честно говоря, каждое утро встаю, я просто любуюсь. И когда лето, и когда вот такая вот осень. И я никуда отсюда не хочу уезжать. Я даже из своего маленького города тоже не хочу уезжать, хотя у нас Сталин здесь, в принципе, близко, 64 километра. Но я хочу остаться здесь. Сейчас, секундочку, Лёва, подожди, я договорю. Потому что мне здесь очень комфортно. Климат для меня здесь идеальный. Здесь очень хорошо чувствуется все четыре времени года. Осень, весна, зима, осень. Ой, осень, весна, зима, лето. И многие говорят, конечно, и жалуются, что здесь зима затяжная, лето прохладное. Да, это все правда. Но для меня это просто идеальный климат. И никуда не хочу. Я настолько люблю Эстонию, каждый угол ее. Я не говорю сейчас о правительстве, которое, опять же, стоит у нас во главе. Здесь даже не обсуждается. Я говорю только про саму страну. Как место, в котором я живу. И я готова залезть на самую злокую гору, чтобы кричать о том, как я люблю Эстонию. Как я люблю свой город. Поэтому, если, конечно, мне создадут какие-то невыносимые условия, и это будет уже угрожать жизни, естественно, здесь волей-неволей соберешься и уезжать. Но только потому, что у меня ребенок. В противном случае я бы никогда не уехала, ни при каких условиях. А все остальное можно пережить. И финансовые трудности. Вот, ко всему можно приспособиться, искать решения какие-то. Так что, надеюсь, я тоже ответила на ваш вопрос. И еще очень часто возникает вопрос, вот пока я не забыла. Часто просят посоветовать какое-то средство. Ну, то есть базу по тени, стойку для жирных век. И вот показываю весь вам свой арсенал, кроме здесь не хватает вот этого Color Tattoo Creme de Nude, потому что он у меня очень быстро заканчивается. Вот остался только у меня Creme de Rose. Я уже говорила, да, что эти тени – это аналог лично для меня MAC Paint Pot. И просто не вижу смысла тратиться на MAC. Уже давно, когда эти тени мне отлично все это заменяют. Единственное, что здесь не так много продукта и быстро заканчивается. Если у меня этот продукт вдруг засыхает, такое тоже случается, тут мне на помощь приходит вот Duraline от Inglot. Я просто советую всем его купить для того, чтобы делать стрелки любых цветов у стеней, для того, чтобы избавлять продукты, которые засохли, те же подводки, те же базы под тени. В общем, это просто универсальное средство. Я покупаю его уже много лет. Дальше очень часто я прибегаю вот к этой базе от марки De Balm. Тоже она мне нравится. Она, знаете, придает такую шелковистость веку. И очень хорошо тени растушевываются на ней и также держатся. Вот, поэтому тоже могу посоветовать вам присмотреться к ней. Мне она нравится. Дальше укатилась у меня база от NYX. Я тоже ее очень люблю. Вот эта HD база. Она такой консистенции, знаете, как консилер, наверное. Вот, и тени она держит. Ну, я думаю, что... Я так быстро смываю, но я думаю, что она и 24 часа продержит, потому что эта база очень стойкая, тени к ней прям прилипают. Но, тем не менее, работать с ней очень приятно. Она не мешает не растушевывать тени. Ну, в общем, никакой не скатывается никуда. Отличная база. И из последних моих находок это вот такая база от GOSH. Очень мне понравилась. Она идет в стике. Вот в таком, как знаете, кремовые тени. Вот. И она, кстати, расходуется достаточно экономично. И тоже тени на ней прекрасно держатся. Она хорошо выравнивает тон века. Тоже потом постепенно застывает. И тени остаются весь день на месте. Так что вот название. Так, это 0,1 нют. И вот такое у нее название. Так что вот эти базы я могу порекомендовать. И, конечно же, то, что я уже в одном из видео рекомендовала, это базы от, точнее, тени кремовые от Luxe Visage матовые. Тоже отлично со своей задачей справляется. Сейчас я буду делать, показывать смертельный номер. Буду взвешиваться. На самом деле, я уже полтора месяца не подходила к весам, потому что я, ну, активность была не очень у меня большая. Поэтому я предполагала, что килограмм где-то я набрала. Может быть, побольше. Может быть, даже два. И села на интервальное голодание. Знаете, когда 16 часов не ешь и 8 ты ешь. Для меня это было очень сложно. Только полторы недели мне удалось отсидеть на нем. Но посмотрим, что из этого получилось. На самом деле, тема лишнего веса меня особо никогда не интересовала. Даже когда я весила 74 килограмма. Это было еще в университете. Я даже не замечала, что я такой пухляж, пока я не увидела себя на общей фотографии со своей группой. Просто, мягко сказать, обалдела. Я тогда смогла скинуть достаточно большое количество своего веса. И мой вес, когда я начала снимать видео, был уже где-то 57 килограмм. Но в одном из видео тоже одна девушка мне написала, что я походу... Точнее, не походу, а я немножко толстовата. И не думала ли я сбросить, ну типа заняться собой. На самом деле, я, честно говоря, была в шоке от того, что 57 килограмм это было много. Но это на меня очень сильно повлияло. Она прям даже, знаете, вселила в меня какой-то вот этот комплекс. Я записалась к своей сестре на фитнес эти занятия. Ходила целый месяц. Но потом у меня у бабушки, у нее до этого была онкология, рак груди. И потом, через два с половиной года, рецидив начался. И вот тогда, когда она уже очень сильно болела, я тоже худела вместе с ней. Потому что мне невыносимо было все это видеть. И в итоге я похудела, ну, наверное, с 57 до 48 килограмм. Просто это жуть была. Ладно, сейчас буду взвешиваться. Давайте посмотрим, сколько я вешу. Я уже позавтракала. Блин, наушник у меня отключился. Так, встаю опять. Я уже позавтракала, как я там сказала в конце. И вот мой вес сейчас. 53,3 килограмма. И рост у меня 168. Вот, в принципе, не все так плохо. Но вот я привыкла, когда я 52 вешу, мне это самое комфортное. Поэтому надо еще немножко колораж посчитать и где-то ограничить себя в питании. Может, поменьше кофе с сахаром пить. Не знаю, что-нибудь надо придумать. Сегодня весь день прям какие-то дела. Я не знаю, уже вторую стирку я запустила. Очень много приходится стирать. Блин, как народу солдата. Всего-то мы здесь втроем живем. Кстати, очень-очень я в который раз повторюсь довольна, что у меня есть сушилка. Пыли с ней стало намного меньше. И это я вот белье постирала, только из машинки достала. И вот это уже сухое, которое надо по шкафам складывать. И многие спрашивают, как лучше отдельно сушилку и стиралку, либо два в одном. Все советуют, что лучше отдельно стиралка и отдельно сушилка. Если у вас есть место, конечно. Потому что очень часто говорят, что сушилка со стиралкой вместе портит вещи. Я просто не нарадуюсь, очень довольна. Так что сейчас я оттуда достану сухое белье, загружу туда мокрое, выберу программу. И мне за два часа все белье высушится. Ну вот этот вот тазик белья весь высушится. Так, и пока я снимала видео, дошла до меня еще одна моя посылка. Я в группе выкладывала, что я заказывала вот такой вот кардиган и куртку. И был еще один кардиган с такими облачками. Но, к сожалению, его не оказалось в наличии. В общем, это длинная такая парка, типа куртка-парка. Вот, сейчас как раз таки с вами и посмотрим качество видео. Я, в общем, смотрела вчера, швы все прошиты. Здесь просто огромный капюшон, что для меня очень ценно, потому что я езжу на велосипеде. И шапку не хочу пока надевать. А большой капюшон вообще для меня это супер вещь. Здесь вот эта марка, я знаю, что она продается на Алиэкспресс. Это турецкая марка, но у нас в Эстонии есть магазин, где там куча разных марк продается. И вот среди них вот это есть. Как-то я вещи с Алиэкспресс заказывала их, и все они хорошего качества. Поэтому вообще нет никаких нареканий, все хорошо. Она длинная, я вчера померила, попу закрывает. Это, в принципе, самое главное. Здесь два таких больших кармана, но вообще отлично. Вот. И кофточка тоже, по-моему, до этой марки. Так. Тоже очень красивый, такой уютный, мягкий. Вот. Взяла его под джинсы с высокой талией. И он очень рисунок-орнамент. Мне здесь тоже понравился. Очень жаль, что, конечно, не пришел ко мне другой кардиган с облаком. Тоже очень красивого зеленого цвета. Будут все зеленые, короче, ходить. Так что вот еще один мой такой небольшой заказ. Так. Я в прошлом видео показывала, что Женя делал от джинсы. Очень многие попросили рецепт, потому что сказали, что я так аппетитно описала, как вообще можно ее есть. Я действительно всегда так делаю. На черном хлебе теплом. Либо на чайбате в духовке ее сделаю, разрезаю. И тогда кладу туда аджику без всякого мяса. Обалденно. В этот раз он решил сделать. Это не аджика, хотя внешне вроде бы как похоже, но у нее консистенция другая. Знаете, она несколько такая вот желеобразная, как азиатский соус. Нам очень нравится в магазине. В одном у нас делают, ну, знаете, готовую еду. И там они делают крылышки на гриле в азиатском соусе. Не скажу, что у него здесь какой-то ярко выраженный азиатский соус, ой, вкус получился. Но тоже очень вкусно. Единственное, что она острее получилась, чем аджика. Вот Женя даже тут написал, типа, острое. Вот, очень вкусно. И вот еще мама засолила грибы. Три банки нам принесла. Вот из холодильника я достала. Обожаю горькушки. И еще их две недели трогать нельзя. Потому что если такое предостережение не сделать, Женя может в первый день банку точно съесть, потому что просто обожает грибы. Он везде кладет их во пасты, в супы. Только вот если мы на семейном совете решим, чтобы грибов там не было, тогда он только не сует их везде. Так что вот будут стоять пока в холодильнике и ждать своего часа. Я думаю, что до зевы они точно не доживут. Но одна банка так точно будет съедена в ближайшее время. Так, и буду уже заканчивать сегодняшний свой влог. Хочу показать. Наконец-то я дождалась вторые свои наклейки, которые я собираюсь... Ну, еще не знаю, куда приклеить. Потому что я говорила, что будем стену перекрашивать в детской комнате в светлый оттенок. И потом какую-то зону сделаю. Мне очень нравятся все эти горошки. Мы как-то к ним уже привыкли. У нас до этого треугольники были. Но вот теперь мне захотелось вот в таких горошках пастельных тонов. Единственное, что мне не понравилось, это то, что скручен этот рулон был плохо. Видите, вот такие заломы. Но, скорее всего, когда будешь клеить, этого не будет видно. То есть это просто воздух сюда попал. Предыдущая моя... Вот такой лист уже пустой, потому что я приклеила радуги. Там солнышко было. Льву на комод и на шкаф. Ему очень понравилось. Он сам, кстати, у меня просил радуги. Поэтому я заказала именно радуги. Я оставлю вам фотографию, как это все дело выглядит. Очень, на самом деле, красиво. И если вы ищете какой-то бюджетный способ, как разнообразить свой интерьер, я просто очень советую присматриваться к вот этим интерьерным наклейкам, потому что действительно смотрится очень круто. Вот. И на Алиэкспресс очень много вариантов. Там есть и чуть ли не джунглями вы можете всю стену сделать. Ну, в общем, много-много-много всяких классных есть предложений. Вот. Обязательно посмотрите. Это как раз такой недорогой способ, как сказать, обновить интерьер. Особенно если белая мебель. Вот как у нас скучный есть шкаф этот икеевский для книг, который я там за 50 евро купила. Сейчас он прям такой красивенький стоит с радугами. Так что вот советую присмотреться к таким вариантам. И да, на сегодня я буду заканчивать свой влог. Увидимся уже в следующих видео. Всем пока!